Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для Клева. Сегодня необычное короткое видео, в котором мы с вами познакомимся с начальником Одесского рыбоохранного патруля. Это Чабан Владислав. Я сюда пришел не просто так, а хочу показать вам один из способов наведения порядка на наших реках и озерах. Проблема не только у нас на Днестре. Барыги, которые продают лакомые места для рыбалки, есть повсеместно. В принципе, так же, как и браконьеры, везде есть. Поэтому для тех, кто может и хочет, имеет силы и желание навести порядок на реках, это видео будет очень интересным и полезным. Здравствуйте! Александр, хочу вам сообщить, что согласно приказу управления рыбалекистой листочки, у вас назначено общественным инспектором. Это первое, хочу заметить, что первое назначение общественного инспектора за время моего управления. И поэтому мне вдвойне приятно, что этим первым общественным активистом стали именно вы, учитывая вашу общественную деятельность активную. И я больше чем уверен, что с такими именно активистами, как вы, те мероприятия, которые мы проводим, связанные с сохранением и примножением водных ресурсов, они будут больше, более эффективны. Ну и позвольте вам получить само удостоверение, наказ, пожалуйста. Спасибо, спасибо большое. О, друзья, смотрите. Посвящение громадского инспектора рыбоохрона. Наказ, положение про громадского инспектора. Тут четко все указано, какие действия, какие права я с общественного инспектора вручаю. Друзья, уверен, что теперь уже, вот имея такое удостоверение, и если таких людей, которые будут иметь такие удостоверения, будет больше, тем чище будет наш дедушка Днестр, да, и не будет этих браконьеров. По крайней мере, мы будем пытаться, чтобы их стало меньше, правильно? И сетей будет меньше, и вообще жизнь в Украине будет лучше. Пользуясь случаем, хочу предложить всем подписчикам канала «Всё для клёва» полноценно реализовать свою гражданскую позицию, вступив в ряды общественных активистов, инспекторов нашего управления. И вместе с нами бороться за сохранение и примножение водных ресурсов. Для этого нужно всего лишь изучить правила рыбарства, как промышленного, так и любительского, пройти собеседование. Ну, в принципе, всё. Добро пожаловать. Всех будем рада видеть. Спасибо. В описании к этому видео будут как раз эти все правила. Я всё скину в описании. Так что посмотрите. И кто хочет вступать и бороться с браконьерами так же, как я, и как я тоже, как мы, по милости просим. Друзья, вот есть такой приказ номер 83, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. В нём затверждено положение про громадских инспекторов рыбоохроны. И вот его, это основной документ. В том расписаны права, обязанности, что нужно делать. В общем, почитайте, будет интересно. Ссылку на него я тоже скину в описании к этому видео. Что даёт это удостоверение? Это, по большому счёту, немного. Я теперь официально могу принимать участие в рейдах по браконьерам, проверять количество снастей и нормы вылова рыбаков, проводить разъяснительную работу. Если это видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал «Всё для клёва». Вступайте в ряды общественных инспекторов и с каждым днём приближайте Украину к европейскому сообществу. Всем пока, следимся на рыбалке. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова